Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Какая на сегодняшний день оперативная обстановка в Бахмуте? Какие действия там осуществляет российская армия и насколько им это удается? Эпицентр боевых действий сейчас и главного удара врага это Бахмут. Там идут очень ожесточенные бои. Только за эти сутки в районе проведения бахмутской операции в районе населенных пунктов Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Залезнянске, Самбахмут, Ивановское идут ожесточенные бои. Враг нанес там 306 ударов различными системами артиллерии, реактивными системами залпового огня. 56 боестолкновений. Только на этом направлении было убито 244 врага и 315 были ранены. Достаточно большое количество организаций изыскивают в себе компетентность комментировать ход войны России против Украины в целом. И в частности ситуацию в городе Бахмут. Институт изучения войны говорил о том, что Украина проводит ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? Они ошибаются. Если идут ротации, они идут только плановые с целью усилить те или другие направления, поменять войска при необходимости, добавить огневых средств там, где нуждается оперативная обстановка в этом. В предыдущем нашем эфире Александр Коваленко, такой эксперт военный, утверждал, что на Бахмуте сейчас в основном воюет регулярная российская армия, вагнеровцев там меньше. Можете опять-таки подтвердить это или опровергнуть? И также сказать, что у россиян с техникой, боеприпасами и в принципе с количеством на этом направлении? Я не знаю, кто такой Александр Коваленко. Вагнер остается главной ударной силой на этом направлении. Он, правда, надо отдать должное, что из-за того, что наши войска постоянно выбивали их, они принесли очень большие потери. Там сейчас заметно, что добавлены регулярные войска воздушно-десантных войск, их механизированных войск. И само собой, что хоть они бы хвалились, у них и своя артиллерия, и чуть ли не авиация. Главная поддержка артиллерийская и авиационная, это, конечно, регулярные части российской армии. Что у них с техникой, боеприпасами и вообще количественным составом? На этом направлении в основном бои идут малыми тактическими группами, не очень задействуя технику. В отличие от того же Луганско-Курпенского направления. И боеприпасы у них была проблема как раз из-за того, что они жаловались, вы могли видеть, они даже в пабликах публиковали, что не могут им поставить надлежащее, как они считают, количество этих боеприпасов регулярная армия. Потому что они ждали большего и хотели показать какой-то результат. Потому что это для этой группировки преступно очень важно, для субъектности и особенно их лидера. Потому что понятно, что руководство регулярной армии, тот же Герасимов, которого они не единожды оскорбляли, у него абсолютно нет желания давать им какие-то лавры первенства и поднимать их статус. Поэтому да, у них наметилась определенная проблема с этим. Но как мы видим, по количеству больше 300 обстрелов только за эти сутки, все-таки регулярная армия поддерживает их в нем артиллерии. Сергей, пропало ваше изображение с камеры. Если у вас есть такая возможность, настройте, пожалуйста. А пока вот о чем. Восемь месяцев город Бахмут удерживается силами. Так, связь у нас окончательно оборвалась. Но мы ее обязательно настроим и вернемся к этому разговору. Сергей, как вы нас слышите? Хорошо слышу вас. Да. Начну сначала. Восемь месяцев город Бахмут стоит, держится. Держится благодаря вооруженным силам Украины, безусловно. Тем не менее, за эти восемь месяцев какое-то просто невероятное количество раз и российские пропагандисты, и наемники, и в частности главарь этих наемников, Пригожин, и оккупантская Минобороны заявляла, намекала, намекали о том, что вот, 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 вот город Бахмут падет, город Бахмут стоит, город Бахмут бьется. Скажите, как вы думаете, в чем цель вот этой дезинформации и на кого она рассчитана? На собственное население для того, чтобы что-то им продавать? Или для того, чтобы вызывать какие-то, возможно, панические настроения среди украинцев? Ну, она двуякая, на то и на то она рассчитана, потому что, к сожалению, очень слабая у нас в обществе развита информгигиена, да, и такая информобразование. И у нас, вот, вместо того, чтобы очень много людей с высшим образованием, очень много людей грамотных, как бы, но, тем не менее, даже многие журналисты в панике мне обрывали телефоны. Вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию стратегически, абстрагироваться от одного населенного пункта и посмотреть, что на самом деле, вот, смотришь на карту, огромная, самая большая страна мира, она пала на нас, мы держим больше года оборону, мы выбросили их из огромного количества территорий, мы не дали им достичь главной цели взять столицу, мы выбросили их из одного только областного центра, который они взяли, Херсона. И они говорят сейчас не о том, что они там берут Киев, Харьков, что они там берут еще какие-то другие, даже не Чернигове, не Сумы, они превозносят, что вот-вот мы возьмем сейчас, вот почти уже мы взяли Бахмут, районный центр. Понимаете? И поэтому, к сожалению, да, что некоторые у нас это воспринимают так, и, само собой, у них в обществе выхода другого нет, как только прокачивать эту информацию, чтобы показывать хоть какой-то успех, хоть какой-то локальный успех, хоть какое-то продвижение. Но, как правило, показывает история, что похмелье проходит очень быстро, и оно вот этого успеха, знаете, такого, и показал это и Лисичанский, и Северо-Донецк, как они там раскачивали, как это, потому что все равно, когда они прошли, или там Солидар, они с такими тяжелыми боями взялись, с огромнейшими потерями, а потом, ну и что? А дальше, что вы что, прорвали нашу оборону? Вы вышли нам в тылы, вы обрезали нам логистику, вы взяли нас в окружение, вы взяли миллион пленных, что дальше? А на самом деле там фабрика смерти для них. Они постоянно теряют там боеспособность. Скоро не будет никакого Вагнера там. Вот продолжая вашу мысль, как же так получается? Великая армия, вторая армия мира, бросив все силы, не жалея своих солдат, перемалывая их буквально в мясорубке в этом бахмуте, при этом имея сакральную цель, не знаю, истекая слюной в желании захватить Донецкую и Луганскую область, и имея задание, новую дату до 31 марта, как мы знаем, вроде бы Путин сказал такое сделать, им все никак не удается. Восемь месяцев они бьются вокруг этого районного центра, и никак. Что же так получается? Получается, что украинская армия сейчас армия номер один в Европе, точно если не в мире. И это ее мужество, ее отвага, доблесть, боевой дух, выучка ее командиров, стойкость, взаимоподдержка, постоянно инновационность в решениях, когда нету там нового оружия, применяется от бытовых квадрокоптеров до каких-то нестандартных других решений, постоянное применение мобильной обороны, асимметричных атак по врагу, смарт-обороны. То есть постоянная какая-то нестандартность действий. И она сломала полностью все легенды российской пропаганды и показала то, что они показывают, что мы какие-то слабые, добрые, и некоторые не могут за себя постоять, что только на нас там глюкнешь, как там говорила Соловьева, поднимешь бровь только. А оказалось, что уже они строят оборонительные рубежи в Курской и в других приграничных областях, поэтому не надо было это им делать. И я думаю, что это главная ошибка, которая навсегда похоронит эту империю зла. Сергей, если у вас есть информация, поделитесь, пожалуйста, сколько людей остается гражданских в Бахмуте. Понятно, что не приходится тут обсуждать историю о критической инфраструктуре. Понятно, что ее нет, она разбомлена, разбита российскими оккупантами. Но кто тем людям, которые остаются в Бахмуте, и как подвозят еду, медикаменты и так далее? Там я вчера уточнял для ваших коллег, в районе четырех с половиной тысяч, ну, приблизительная цифра еще гражданских. Люди, это их выбор, у нас нет принудительной эвакуации. Мы демократическое правовое государство, почему-то они боязнь перемены мест, боязнь бросить свой город, я не знаю, чем это была мотивация. Им областная военная администрация ежедневно фактически призывала их эвакуироваться. Им делается все возможное, чтобы им максимально дать гуманитарную помощь. Это, конечно, большая компетенция военной администрации, там специальных служб, полиция помогает им, ну и, конечно, вооруженные силы, где могут они в плане безопасности, есть возможность гуманитарной помощи. У нас есть специальные структуры, созданные по образцу НАТОвских стран, органы цивильного и военного сотрудничества, они на постоянном контакте со всеми органами власти, спасателями, полицией, и где мы можем, мы тоже даем помощь. Хотя главная, конечно, наша задача воевать там, но если без нас никак, то, конечно, мы подключаемся и помогаем. В интернете сейчас есть фотографии Марьинки до полномасштабной войны процветающего города, сейчас города нет, это буквально пепел, руины, апокалипсис, так называют в интернете люди, которые видят эти фотографии, такая у них реакция. Что с Бахмутом? Он в таком же состоянии? Может, чуть-чуть лучше, но, конечно, это уже город, критическая инфраструктура, фактически все дома повреждены, постоянно ведется огонь со всех видов артиллерии разных типов и калибров, авиационные налеты, другие, все виды поражения, которые есть в современной войне, ракетные. Поэтому понятно, что этот город уже очень малопредатен к жизни людей. Скажите, есть ли у российских оккупационных войск возможность силы, техническое обеспечение, вот эти вот неподготовленные, мобилизованные наемники из ЧВК, Вагнер, возможно, для того, чтобы начать новое наступление в Углидаре? Ну, Углидар – это сейчас мой коллега Алексей Дмитровский, это не моя зона ответственности, но, насколько я знаю, что там очень сильные потери, и фактически это, наверное, будет точка боевой, скажем так, не славы, а наоборот, как это позора, например, их морской пехоты, что там две бригады фактически уложили. Но это, я говорю, это детали, мой коллега за эту зону отвечает, Алексей Дмитровский. Хорошо. За Луганщину вы отвечаете? Конечно. Что там? Расскажите, какая ситуация, где интенсивные бои, что происходит? Браг там активизировался в направлении уже несколько недель. Это Купенс к Алиманскому. Там мы видим тенденцию, что он использует больше бронетехнику. И до недавнего времени даже там было больше обстрелов. Ну, вот, правда, эти сутки показали, что Бахмут опять стал лидером по обстрелам артиллерийским. Но все равно много, 280 обстрелов разными системами. И там он использует бронетехнику. И каждый день там жгется их бронетехника. И за эти сутки было сожжено 6 танков, из которых 5 новейших Т-90. Боевая машина пехоты, 2 склада боеприпасов полевых, артиллерийских. И так же более 10 автомобилей. Убито 76 военнослужащих. Ихних 99 получили ранения. И один попал в плен. Спасибо вам за информацию. Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины, говорили о ситуации в районе Бахмута, а также о ситуации на Луганщине.